Просто мелкая неонацистская мразь. И плевать мне на мелкие подвывания украхряков. Потому что, конечно, они русские и хотят быть русскими, и мечтают быть русскими. Когда русский танк увидишь, штанишки-то не забудь поменять. Привет, друзья. Меня зовут Григорий Герман. Чувствуете этот запах серы? Слышите бульканье смолы в котлах? Бесноватые крики? Это ад. Ад русской пропаганды, который прекрасно ложится в концепцию, описанную когда-то одним флорентийцем. Потомкам древних родов. Один из которых корнями уходил в Древний Рим, а второй в Ломбардию. Этот флорентийц Дуранте Делли Альгери. Один из основоположников литературного итальянского языка. Имел множество достоинств. Роскошных по своей фактурности предков. Но все это предмет другой беседы, литературной. Мы же остановимся на самом известном творении Данте. Комедии, прозванной Божественной. В которой он довольно точно описал тот ад, который творится в пропагандистском мире Made in Russia. Правда, как и все произведенное в России, ад здесь тоже такой урезанный по функциям и импортозамещенный. Кругов намного меньше, но они довольно яркие и самобытные. Здесь нет чревоугодников, но есть расточители, потратившие миллиарды российских денег, которых так не хватает в российской глубинке, на нормальные дома, асфальтированные улицы. Эти миллиарды были потрачены на пропаганду, на виллы у озера Комо, на недвижимость в Америке и прочие приятные вещи. В этом круге всяческие Коротченко и Ижи с ними, в виде гигантских жуков-навозников, постоянно катят огромные камни-экскрементов, выдавая их за золото истины. Здесь гневливый журавлев постоянно увязает в болоте гомофобство и тонет в нем. Правда, не факт, что он при этом испытывает муки. А в самом низу, в своих трех постях, Люцифер исторического процесса грызет кремлевского плейшфюрера. Того, кто предал свою страну и вверг ее в пучину бессмысленной и гибельной для России войны. Впрочем, до этого круга нам еще далеко, поэтому, окропя себя святой водой, осенив себя крестным знамением, отправимся на экскурсию в ад российской пропаганды. Если демоны будут стараться вас укусить, бейте прямо по склизким мордам. Так как одному разбираться в сортах бесов не с руки, я пригласил с нами еще и военного эксперта Александра Мусиенко. Мы это отчетливо понимаем сейчас, что контрудар будет. Да. То есть мы понимаем, что эти войска где-то сосредоточены. Мы понимаем, что они пользуются тем, что у них есть возможность скрыто перемещать потихоньку эти войска, используя гражданскую технику. Они где-то тут ударный кулак накапливают. Мы понимаем, что в ближайшие две недели по эссайдерской информации он где-то должен быть прорван. Они будут искать самую слабую точку нашей обороны вот на этом протяженном фронте. Уже даже сами пропагандоны признают, что украинское наступление будет. Что оно будет, они его опасаются. И они говорят о неких скрытых, сосредоточенных резервах, которые они увидеть не могут. Давай мы с тобой упустим, что они не могут это увидеть. Потому что последние сколько-то там лет у них был главой Роскосмоса некто Рогозин, поэтому у них спутники не видят не то, что звезды на погонах офицеров, они у них вообще никогда не видят эти спутники. Что по поводу действительно нашего наступления и по поводу сил, которые мы могли, давай так, могли сосредоточить на определенных направлениях? Ну, дело в том, что это, конечно же, можно увидеть. Это не просто нужно увидеть, это нужно услышать, да. И увидеть, и принять для себя решение, как было в этом эпичном видео, что мамулечка сваливает пора. Это самое лучшее решение, самый лучший вывод, который можно сделать из того, что увидели, услышали и лицезрели. То есть это не какие-то ролики. Но ситуация ведь в следующем, что действительно, если мы посмотрим на южное направление, есть такие вот тактические успехи у украинских сил, они проявляются в трех вещах. Я бы сказал, выделил три компонента очень таких важных. Первый – это то, что ведет систематическая работа по уничтожению и срыву логистического обеспечения российской группировки войск, в частности, на правом берегу Херсонской области. Это раз. И не только на правом, потом всей группировки войск, которая на временно оккупированной территории Украины на юге – это раз. Второе – уничтожение средств противовоздушной обороны и частичное ослепление российских сил, потому что за предыдущие три недели было уничтожено несколько радарных станций и РЛС радиолокационных, и также были уничтожены средства противовоздушной обороны С-300 и другие. Отсюда вывод. Отсюда мы увидели вот эти хлопки, в Крыму оккупированную, мы увидели аэродром Саки, мы увидели Джанкой и Гвардейская под Симферополем, взрывы, которые происходили. Это все звенья одной цепи. То есть, как только потеряли, фактически, контроль за воздухом, российские силы сразу начались хлопки. Это раз. Во-вторых, увеличилось количество вылетов украинских воздушных сил. Это стало заметно парами. То есть, ситуация начала постепенно, инициатива переходить на украинской стороне. И это очевидные вещи. Ну и следующий компонент, потому что я обещал три, два назвал, третий – это психологическое преимущество, с одной стороны, для Украины, потому что все увидели, что, в принципе, Крым, да, никакой там не непотопляемый авианосец. Да всякое там может происходить. И как-то вот системно, вот, знаете, я подвожу к тому вот логику, прослеживаю, что вот это все привело к такому головотяпству на этом авианосце, что не то, что как бы его не накренить, а как бы его не натопить, не потопить-то совсем бы и комплект. Да, вот как с крейсером Москва случилось, вот утонул и все. Поэтому ситуация вот такая, и психологическое преимущество – это важно для уверенности в своих силах. Ну, а репутационные потери для России, они, как по мне, очевидны в этом случае. Потому что, ну как, всегда же артикулировали и говорили, акцентировали внимание о том, что, опять же таки, Крым защищен так, что это настолько милитаризированный полуостров, что, по сути, и правда, потому что количество оружия, которое было завезено в Крым, оно действительно очень большое, огромное. Но все ли это оружие эффективно, и все ли это оружие настолько неуязвимо, вот тут этот миф, конечно, развенчивается. То есть заявление министра Резникова, которое прозвучало буквально несколько дней назад, о том, что украинским вооруженным силам, генштабу, нет необходимости мобилизировать еще дополнительно людей. Происходит сейчас мобилизация по каким-то совершенно определенным специальностям, которые являются для украинской армии в данный момент дефицитными. Может ли это говорить о том, что действительно украинская армия смогла мобилизировать и сосредоточить достаточное количество войск для наступления в исполнении директивы президента? Судя из того, что сказал министр обороны Резников, в принципе, он же сказал о том, что да, укомплектовано все, и необходима мобилизация, скажем так, точечная, действительно, по специальностям важна, то есть они изучают, какие есть необходимости. Ну и плюс, конечно же, война идет, и вот, к сожалению, есть и потери, и понятно, необходимо их тоже восполнять. Но я бы назвал это все-таки переходом к такой более, скажем так, действительно умной мобилизации с точки зрения выявления, то есть с точки зрения ее эффективности, чтобы действительно мобилизировать тех на те позиции, которые могут быть там или недостаточными, либо проблемными, возникают вследствие там неудокомплектования тех. И еще, что очень интересно, министр же, он тут же заявил о том, что, в принципе, необходимы уже и кадры, ну, профессиональные в каком смысле, что мы получаем западное вооружение, люди, которые могут осваивать, обращаться, использовать, ремонтировать, обслуживать и так далее. И плюс люди, которые владеют иностранными языками, ну, в первую очередь английским, потому что количество контактов возрастает между Украиной и нашими партнерами, ну и плюс украинский контингент проходит обучение в Британии. Для этого тоже необходимо. Поэтому, ну, это, в принципе, такой переход более в такой умной системе, можно сказать. Продолжая тему мобилизации, об украинской мобилизации мы поговорили, теперь давай поговорим о любимом фетише российских пропагандистов и военных экспертов в этих пропагандистских студиях. Это мобилизация российская, которую они сейчас используют как некий, ну, я не знаю, вундерваффе, да, вот как они раньше говорили о том, что танки всех разорвут, самолеты всех бомбят, а ракеты всех просто разнесут в клочья, а ПВО все уничтожат. Вот точно так же они сейчас говорят о том, что, ну, вот, а вот мы сейчас как, вот как проведем мобилизацию, и вот тогда уже точно всем вахмурки. Но если Россия использует свой мобилизационный ресурс, эта война, несомненно, закончится ее успехом. И все. То есть вы можете говорить все, что угодно, посылать какое угодно натовское оружие, тратить какое угодно количество украинцев, а итог будет один. И это они прекрасно понимают. При том, что скрытая мобилизация, насколько я понимаю, сейчас в России уже идет. И достаточно давно. И ни к чему не привела. Она ни к чему, наверное, в такой форме привести не может. Дело в том, что... Я постоянно это читаю, я вижу эти там, значит, говорят о том, что сейчас они мобилизируют 10 миллионов, там... Так а почему... Слушайте, почему тогда мы слушаем аудиоперехваты у российских войск, которые есть здесь? Вот, например, командир подразделения говорит, выводили на доокомплектование наше подразделение, и 100 человек вернулось 30. И вот на сегодняшний день... А почему не возвращают? Все же хотят, где же 10 миллионов тогда? Где же эти люди, если те, которые были здесь, не возвращаются? Поэтому их сейчас не выводят. Извини, я хочу уточнить. Ты говоришь сейчас о том, что уже существующие российские военнослужащие, которых выводят на территорию России, они дезертируют? Что? Они подписывают отказ... Они дезертируют, да. Они дезертируют, они не возвращаются. Они готовы не выполнить приказ и, в принципе, пойти на полгода или на год в тюрьму, поскольку же время-то не военное в России, военного положения нет, и войны нет. А есть специальная военная операция. Соответственно, ответственность совсем и не та. Не такая жесткая, которая могла бы... И некоторые смышленые, которые это понимают, они это видят, и, в принципе, для них понятно, что лучше мы не будем туда возвращаться, ну, там, да, какая-то может быть ответственность, да, там их, конечно же, заклеймят морально, там, все-все это мы понимаем, значит, эти доски там, значит, порицания, и все-все-все это, все это будет, конечно. Но они не хотят. И вот если мы возьмем сейчас, например, даже потрепанные части десантные, которые воевали еще со времен февраля и начинали под Киевом, потом пошли под Харьков, потом под Северодонецк, теперь они оказались на юге. Они есть номинально на бумаге, но они, у них, у многих не комплект, а с докомплектом у них проблемы. Вот на сегодняшний день, из той информации, которая была и доступна, например, российские силы пытаются собрать 20 тысяч военнослужащих, которые в сентябре месяце, где-то на середину сентября, должны быть готовыми ехать в Украину и докомплектовать на месте те подразделения, которые наиболее выдохшиеся, то есть наиболее такие в ослабленном положении находятся. Но это докомплектация. Они же все кричат о ротации, хотелось бы ротации вот тем силам, которые есть. Они говорят, нет, мы вас будем тут слаживать, причем на месте. Но вместе с тем скрытая мобилизация, я так понимаю, она будет продолжаться и в разные способы, либо через контракт, либо через угрозы, через угрозы и так далее будут искать тех, кто еще готов. Потому что нужно признать, что такие люди есть там, которые в силу разных причин готовы. Кто-то действительно пребывает в этом шизофреническом, уропатриотическом угаре, то есть накачанной российской пропагандой, кто-то ради денег, кто-то еще ради чего-то. Но есть такие, кто еще готов. Но это точно не те цифры, как озвучивают пропагандисты, что в духе «мы еще не начинали, мы сейчас соберем там многомиллионную армию», она покажет всех. Кстати, не могу не отметить, что на этой неделе их военные влажные фантазии были не столь обильны, ярки и красочны. Ну и понятно, линия фронта стоит, по всем признакам практически достигнут паритет, сломить которые в стратегическом смысле они не в силах. Нет громких побед. Говорить о сожженных складах не Камильфо, а о сожженных аэродромах и базах в Крыму так просто опасно. Могут перевести из бесов в грешники и лишить пайки. Господи, всего-то уникальный военный аэродром превращен вместе с самолетами-летчиками-боекомплектом в выжженную пустыню. Делов-то, господи. Очередь машин на выезд из Крыма растянулась на десятки километров после серии хлопков в разных районах оккупированного полуострова. Ой, господи, да это что тема-то? А давайте лучше поговорим с обрюзгшей звездой видеосалонов 90-х, дядьки, которого забыли уже все, кроме русскоговорящих парней, у которых пубертат затянулся. У нас сегодня особенный гость, дипломат, мастер боевых искусств, а еще и икона для нескольких поколений мальчишек, в том числе и в нашей стране, Стивен Сигал. Ребят, ну вот тут даже как-то неудобно получается что-то комментировать, ну вот правда. Поэтому просто вот фото. Итак, звезды Голливуда и мировой музыки, поддержавшие Украину. И звезды Голливуда и мировой музыки, поддержавшие Россию. Кстати, вот последнего вот этого мы же вычеркиваем, да? Он же уже поет с хором Александрова на корпоративе у Моторелла и Курмаршала, да? Вставьте вместо него, да, я не знаю, кого угодно, вот того же Лепса. Он же вроде хрипит еще, да? БОЛЬНО! Стивен Сигал. Дипломат, которого Россия заслужила. Теперь понятно, почему Лавров не мог поговорить с Блинкиным. Он в бане с Сигалом проводил двустороннюю встречу на высшем уровне. Просил его показать пару приемчиков, чтобы когда на Лаврова снова в Африке пиццу наденут, он так иооо, и все. Нет позора, нет обидных мемов в интернете. В принципе, довольно смешно обсуждать то, что говорит Стивен. Он, как известно, всем в фильмах не сильно разговорчив. Но давайте мы все же попробуем. Тем более, что говорит он об Украине. Разберем мы этот текст с украинским политологом Николаем Давидюком. И я также понял, что Степан Бандера и его учения на Украине очень распространены. Поэтому я думаю, что есть сотни тысяч нацистов, нацистских последователей. И многие из них хотят, хотят драться, сражаться и убивать. Не будем спорить с уважаемым актером Стивеном Сигалом. С ним в принципе не очень хочется спорить, учитывая, как он руки ломает. Что действительно с 24 февраля имя Степана Бандеры стало намного более известным и близко каждому украинцу, чем до этого. На самом деле Сигал, который стал актером по вызову для Путина Ивашенко, самый дешевый диктаторский эскорт. Если у диктатора нет денег из-за санкций, из-за войны, они не могут вызвать такой лакшери эскорт со звезд. То есть они вызывают Сигала. Сигал, он всегда такой прибедневший, забытый. Ну и он прилетает, как настоящая чайка, то есть покричит, что-то заявление поделает и улетает. Причем очень часто, мне кажется, в силу того, что его, скажем так, и развитие, и профессии, много моментов он даже не вникает и не понимает. Вот он отстрелялся, побежал. А насчет украинских героев, мне кажется, мы воссоздали свой пантеон. И это не только герои прошлого, это герои современности. Это наши ЗСУ, это наши солдаты, это наши добровольцы, это наша террабарона. Это наши ребята, которые сегодня защищают Украину от фашизма. И с этим вообще нельзя спорить. Потому что историческая манипуляция здесь неприменима. Они здесь и сейчас защищают от фашистов, убийц, насильников. И мне кажется, это прекрасно. И поэтому никакой Сигал, никакой другой престарелый, когда-то известный актеришка не сможет с этим спорить. А исторические манипуляции, мне тоже кажется, отошли в прошлое. Страна воссоединилась, она едина, как никогда. Со всеми вопросами мы сходимся, всех героев принимаем. Более того, мы еще больше начали говорить не только о героях прошлого века, а мы начали говорить о героях Киевской Руси. Того исторического периода, когда России-то не было. Когда любимой Путином России, под которую потом все переписывали историю, не было. Был Киев, и все. А у вас там зайцы бегали до медведя. Мне кажется, это тоже на самом деле очень крутой момент. И вот эта Сигальщина, она точно не пройдет. Может уезжать снова к Лукашенко, копать морковь, сажать картошку. То есть, мне кажется, все, здесь уже это не проходит. Очень важный момент, на котором хочется остановиться, это то, что действительно сейчас в Украине существует только один культ. И это культ ЗСУ, Вооруженных сил Украины. Правда. Все остальное отошло уже давно на второй, на третий, на четвертый, на двадцать пятый план. Конечно же, намного большее количество людей в Украине узнало имя Степана Бандеры. Прошло то время, когда это имя вызывало жесткую абсолютно идеосинкразию. Но культ, вот прямо культ, у нас сейчас только один. Это культ Вооруженных сил Украины. Это правильно. Мне кажется, что вот эта радикальность, она прошла, она была смягчена, был классный такой в Инстаграме анекдот. И она где-то воспринялась, как вот свой домашний герой. И все вот эти острые углы, которые русские пришивали Бандере, они ушли. И вот это как-то повлияло на восприятие. Я помню, это в первые дни войны. В зоопарке родилась пантера. Ее назвали Степан. Степан Пантера. Вот, мне кажется. Да, и вот эта такая доброта, она как-то вот, она победила. И вот этот ореол исторический, он получил на самом деле свою реализацию, когда люди вышли и начали защищать. И вот резистанс, это, как его на Западе называют, вот это противостояние, оно же было историческим. Оно было казачьим, оно было добровольческим, оно было повстанческим. Но это все один ген. Это культурный код украинца, который никогда никому не давал править на своей земле. А исторические персонажи получат свои места в книгах. Поэтому узнали больше, лучше. Ну, о Сигале никто сейчас не узнает, кроме того, что он приезжает на место массового убийства пленных. Да, это тоже нужно не забывать. На самом деле, это большие вопросы к большим международным брендам, которые теоретически смогут с ним работать. Второе, это вопрос к разным организациям, типа послов доброй воли, где он тоже пытается ошиваться. Ну и третье, это рукопожатость. Если, например, есть какой-то кинофестиваль, нельзя приглашать вот этого пропагандона, простите на слове, для того, чтобы он там жал руки людям. Но он работает на явных убийц. Понимаете, эта история с Кивеном Сигалом и Путиным должна закончиться, что единственным местом трудоустройства, кроме Путина и этого, и Лукашенко, у него должен быть только only fans. И все. И то, понимая, что его рейтинги там будут близки к нулю, то есть вот больше, чтобы он нигде не мог трудоустроиться. Потому что люди, которые работают на крови, за большие деньги, они не имеют права в цивилизованном обществе получать какие-то бонусы, гонорары или награды. Впрочем, выйдем из этого круга ада для забытых и никому не нужных голливудских костоломов. Причислять Сигала к кругу актеров, ставя на одну ступень там с Робертом Деминируемым, Эллен Патчино или вообще с Тимом Роттом, ну бессмысленно, правда же? И обсудим иных обитателей восьмого круга дантового ада, в котором, как известно, обитают лжецы. Тут потрошат зачинщиков раздора, тут заковывают в свинцовые мантии лицемеров, тут горят души лукавых советчиков и тут обсуждают геополитику. А мы должны признать их неонацистскими государствами, вести этот статус. И Госдума должна проголосовать и разорвать все отношения, ни дипломатические, ни экономические. Ничто не должно идти туда. Ни газ, ни нефть, ни электроэнергия, никакой товар ни туда, ни оттуда. Как тебе идея признать Госдумой все государства, которые, насколько я понимаю, входят сейчас в антипутинскую коалицию, признать их нацистскими. Ну, мы же знаем, как это в Госдуме происходит, да? Вот на кого пришла разнарядка, того мы и называем нацистом на этой неделе. И обрезать им все, что угодно, вообще вот все не пускать, ни газ, ни воду, ничего, воздух высосать. Ну, короче, вот... Мне кажется, русские жестко испугались. Кричал Лавров, кричал Соловьев, кричал Песков. Не признавая... Медведев, Медведев даже вышел с пьяного бара и начал говорить, что вот, не признавайте нас террористическим государством. Они реально боятся. Они полетят в дипломатическую мусорку. Вот они с мусорки вышли, они в мусорку и вернутся. Потому что убийство, геноцид, изнасилование мир не простит. Сегодня в Европе заговорили о признании России государством террористом, спонсором терроризма. В Штатах лежит сегодня у Блинкина на подписи. Но это мощнейшая вещь. Такого в этом веке еще ни с каким государством делали. В прошлом веке, да, мы знаем Куба, мы знаем Северная Корея, Иран, Сирия. Вот, это будет первое государство, это позор на сто лет. Это позор всем руководителям, всему ихнему СНДО. Стать государством террористом, это вообще полная нерукопожатность. А ты считаешь, что вот эта вот идея, называть какие-то славы нацизмом, это ответ? Это ответка, это ответка, да. Это получается история в том, что они не могут ответить соизмерно, да. Ну, то есть, если Запад берет и называет их государством спонсором терроризма, они их просто сжимают и выдавливают все соки. Никакого импорта, никакого экспорта, никакого сотрудничества. Санкции против тех, кто помогает обходить санкции. Минус деньги, минус финансы, минус любое сотрудничество. Вот эти 10 пакетов санкций Евросоюза просто детским лепетом будут казаться. И они испугались, они испугались. Все, ты уже не сможешь, ты не сможешь летать, ты не сможешь. Ну, мощнейшие санкции. Ну, посмотрите на Кубу, на Иран, на Сирию. Да, ну, супергосударство, то, о чем Путин, собственно, и мечтал. Мощи Северной Кореи, да. Вот, поэтому они испугались. Они испугались, что у Медведева домик в Тоскане. Он туда больше поехать не сможет. Домик заберут. Офшоры заберут. Самолет заберут. Жена не сможет ездить в этот, в Лондон в театр ходить. Все, закончилось. Они испугались, и они сейчас пытаются играть браваду, шантажируя, не вводите, потому что будем стрелять атомным оружием, там еще что-то, станции наши атомные захвачивать. А второе, типа, ну, нужно своему великому населению дать великий ответ, да, и вот они пытаются его сделать. Но это выглядит смешно, примитивно, вот, ну, и очень инфантильно. Мы вас будем называть фашистами. Ну, супер, называйте сколько хотите, ребята. Только против вас дела в международных судах, против вас уже сегодня идут дела в Гаагу, в Украине, документируют уже на сегодня от 6 до 8 тысяч дел о преступлениях, военных преступлениях ваших подаванов, которых вы сюда прислали. Поэтому, на самом деле, они испугались, и вот этот лепет о фашизме, да, чистый Черчилль. Черчилль умноженный на Орвелл, да, вот фашисты будущего антифашисты, то есть это явно ложится на Россию. И если самые большие санкции и презрение всего мира было направлено на Германию, то сегодня оно будет направлено на Россию. Вот так как немцы, три поколения минимум, да, искупали эту вину, голову посыпали пеплом, президент и премьер летали на все мероприятия по всему миру, где только не поднималась тема Холокоста, вот точно такая же будущее ждет Россию. Вот сначала они будут закрытым государством, их нанесут санкции, признают террористами, и еще 70 лет они от этого будут страдать. Поэтому то, что они вот это бровадно пытаются играть, это детский лепет, это от бессилия. Мне интересно, окей, хорошо, они говорят, что они обрезут, они будут называть какие-то страны нацистскими и будут туда обрезать любые поставки и всего чего угодно. А куда вы это все поставлять будете, если вокруг вас будут только страны-нацисты? Назовите какую-нибудь страну нацистскими. Чего поставлять? Кроме газа и нефти ничего, что не осталось. Вышла на Бюллина и говорит, а мы гвозди уже даже не делаем. Оказалось. Целый зал Молоткова, а гвоздей нет. Вот проблема-то ничего уже и не производят. Такого, что можно было бы продавать. А раньше они продавали, например, уголь в Китай. Ехали поезда, просто целые эшелоны. Так сегодня с Китая везут продукты. Сумки Шанель китайские. Они просто думают, что это итальянские, но на самом деле нет. Они везут эти переоцененные сумки по 8 тысяч долларов, сделанные в Китае за два. И уголь уже не может ехать на экспорт. Уголь стоит. Они не могут продать, потому что завозят, завозят. Раньше что работало в три направления, а сейчас в одном, в китайском. Мы с тобой, кстати, вот так вот очень плавно подошли к следующей теме. Эта тема вообще излюбленная. Они каждую неделю, они каждый день, каждый час говорят о том, что санкции не работают. Не удушаемся мы никак, имеется в виду Россия. А вот Европа, вот она, вот она на грани катастрофы. Ну и вообще вся история с нашим экономическим удушением. Хреново удушаемся. Совсем. Ну вот от слова совсем. А, кстати, у них экономическая травма очень серьезная. Эта травма, кстати, может быть несовместимой с жизнью, как говорят доктора. Вот, потому что ровно через экономический, через экономическую травму может посыпаться все остальные системы и социальные, и политические. Что у нас на этой неделе? По-моему, там в середине недели вышел очередной отчет то ли Госбанка России, то ли Министерства экономики о том, как себя нынче чувствует российская экономика. Это данные российского официального госоргана. Что там у нас с экономикой Российской Федерации по состоянию на середину августа 2022 года? Мне кажется, что экономика уже перестала существовать как такая. Есть вот это регулирование в ручном режиме Мишустиным, а экономики нету. Экономика осталась где-то в воспоминаниях Путина, вот это детище, которое он получил от Ельцина. А дальше все. Госстат говорит, что она растет, а люди говорят, что она падает. А эксперты говорят, что русские живут лучше, а люди говорят, что нет. Но они что, эксперты, им-то лучше видно. Поэтому нету там уже ни роста, ни стабилизации. Они говорят, мы там на плато вышли, мы там стабилизировали рубль. Чтобы стабилизировать рубль, они сейчас сжигают денег больше, нежели русские солдаты пороха. Там просто деньги в топку уходят, чтобы стабилизировать этот курс. Хотя на самом деле это мифическая, имперская какая-то история о величестве стабильного рубля. Они просто сжигают золотовалютный запас, они сжигают будущее своих детей. Второй квартал 2022 года, падение... Извините, господи, какое падение? Отрицательный рост российской экономики Банк России прогнозирует на уровне 4,3%. Третий квартал падения российского ВВП – это Банк России, официальные данные. Планирует до 7%. Годовая инфляция – 14,5%. И так далее, и тому подобное. Я вам скажу, у нас есть инсайдеры в окружении главы Центробанка. Они же бегали по Европе, искали политиков, которые готовы ее вывести из-под санкции. Она же хотела остаться. Ну, там, Гитлер скомарил ей отдельно, а она отдельно. Вот, они рассказывают интересную историю. Все цифры правдивы, только нужно учитывать один момент. Умножайте на 10. Вот где говорят 3, 30, 3, 4, 34, 7, 70. Она просто тоже смеется, что, говорит, Путину тяжело объяснять, когда там коэффициент 15, 17. Ему тяжело умножать, да, он уже старый, с математикой плохо. Она говорит 10. И он каждый раз нолик добавляет, ему просто. И он говорит, вот так мы можем годы. Потому что он хотя бы понимает, что на самом деле происходит. Да, 70% падает. Да, правда. Правда? А что они хотели? Они хотели напасть на суверенное государство и думают, что у них все будет хорошо? Нет. Украина сломала экономический хребет России. И пусть они сейчас с этим попытаются справиться. Притом, то, как на них сегодня смотрит Япония, то, как на них сегодня смотрит Китай, они просто ждут, когда они удушатся и будут забирать себе свои территории, которые потеряли в прошлом веке. Поэтому Россия доигралась, и эти государства сплетут им лапти, и на этом все закончится. А экономика, давайте я честно, ее не было. Была экономика коррупции, была экономика олигархата, была экономика политического отката и экономика неплатения налогов. Это все на все добавлялся продажи газа и нефти. И вот это называлось экономика Российской Федерации. Ну, нету этого. С чего откаты давать? С чего откаты давать? С чего взятки давать? Нет уже ничего. Информация с Европейского Союза, организация, которая мониторит передвижение миллионеров. Они говорят, что это очень важный аспект экономики, потому что они-то деньги делают. Миллиардеры уже сидят и смотрят, как деньги сидят. А миллионеры – это активная часть общества. Так, больше половины русских миллионеров уехало. Все, вот это уехали. Они не хотят возвращаться. Их там не будет. Они понимают, что ничего там не произойдет. Поэтому не уезжают. Это логично. И на самом деле все, что говорит Центробанк, умножайте на 10, и вы будете получать реальную картинку. Это все было бы реально смешно, если бы все эти беснования, вот все эти наркоманские фантазии и прочие блюда из пропагандистского меню не формировали мировосприятие огромной страны. Если бы Соловей был звездой в маргинальной среде зрителей какого-то регионального запущенного и забытого телеканала, а не властителем Дум и тем, кто формирует информационную повестку ядерной державы. Они стоят в одном ряду с теми, кто подписывал приказ начать эту войну. И место им как раз в кругу девятом, где находится обманувшее доверившихся. Им всем, не только руководству страны, армии и спецслужб, но и лицам телеканалов доверились миллионы россиян. Миллионы тех, кто пустил их в свой дом, в свои головы, в свои души. Они, призванные нести правдивую информацию, нести истину, предали это доверие, заполняя лакуны отборным информационным гноем. Поэтому Люцифер, поданты, вмерзший в лед в девятом последнем кругу ада, будет доволен. Его трем пастям будет кого терзать. Предателей родных, предателей родины, предателей благодетелей. До встречи, друзья. Ведь пока они грешат, нам есть о чем поговорить.